У моего дедушки, я только недавно узнала от своей родственницы, оказывается в груди был осколок. Вы думаете, он когда-то говорил про это? Он никогда не говорил про это. А я думала, что палец, и пальца у него не было. Я думала, ну это он что-то делал, он никогда даже про это не говорил. Это было табу, эта тема. Это было табу, он всю жизнь прожил с этим осколком внутри. Он нам ничего не рассказывал, он не мог. У него душили слезы, когда он что-то начинал говорить. И он был молоденький-молоденький, сколько ему было, 17 лет. Он бы орал, давай повторим, он бы кричал это. Он бы сказал, я не знаю, бедные, наверное, смотрят и думают, Боже, во что они превратили нашу победу, во что превратили победу. Какое вы имеете право так себя вести по отношению к умершим, к погибшим. И еще такой момент оказывается. После того, как война была, и многие сидели и просили милости, у кого не было ноги, у кого не было двух ног, были вывезены со столицы Москва и отправлены в какие-то дальние-дальние, или села, или в санатории, чтобы не портить вид Москвы. Вот откуда появилось вот это пренебрежение к людям, которые на колясках, которые инвалиды. У нас же их как бы и не было, как бы. Их прятали все время. Вот оно общество. Вот оно аморальное общество. Ваше. Давай повторим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.